МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дождь, грозы и шквалистый ветер. Завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерина Игнатьева. Здравствуйте и смотрите выпуски. Выставили железные препятствия. Должники идут на все, чтобы не платить по счетам за электроэнергию. Долгий диалог о проблемах и планах на развитие. Глава региона провел встречу с жителями Волжского района. Дворнадзор. В объектив видеокамеры съемочной группы «Саратов-24» попали разбитые дворы домов по улице Азина. Долг в 10 миллионов рублей. Такую солидную сумму накопили балашовские неплательщики за электроэнергию. Чтобы собрать деньги с нерадивых жильцов, инспекторы вынуждены были пойти по адресам. Однако ревизоры столкнулись с некими препятствиями. Какими именно, выясняла Полина Попенец. С каждым разом справиться с замками становится все сложнее. Железные препятствия разной величины, говорят специалисты, жители устанавливают не случайно. Хозяева квартиры по совместительству должники за электроэнергию готовы любыми способами перекрывать доступ к счетчикам. Раньше просто были кражи счетчиков. Ну и плюс, чтобы управляющие компании не добирались до них. Не отключали и все в этом роде. Потому что неплательщиков довольно-таки много. Но задолженность в основном идет от 2-2,5 тысяч и выше. Такую сравнительно небольшую сумму долга потребители электроэнергии накопили за три месяца. В этом доме по улице Карла Маркса в городе Балашов больше 26 неплательщиков. Самый крупный долг превышает 8 тысяч рублей. На контакт с такими жильцами выйти очень сложно, говорят представители Саратовэнерго. Люди игнорируют извещения, не отвечают на звонки и не открывают двери. Узнать что-либо о неплательщиках можно лишь от соседей. Тут какая ситуация. Они квартиру купили, а живут где-то в другом. Они появляются раз в полгода так. Здрасте, до свидания и все. Всего в Балашовском отделении компании Саратовэнерго 45 тысяч абонентов. Из них 5 тысяч систематически не платят по счетам. Из-за чего по району образовалась солидная сумма долга – больше 10 миллионов рублей. И это при том, что у любого гражданина после уведомления о задолженности есть месяц. Либо начать гасить долг, либо, если есть финансовые трудности, написать заявление о рассрочке. Эта категория в течение месяца также может обратиться к нам, если у кого-то жизненные какие-то обстоятельства сложились. Обратиться к нам с просьбой, с уведомлением. И мы рассмотрим, и дадим расручку. И оттянем срок платежа, скажем, на несколько месяцев. Такие рейды сотрудники Саратовэнерго проводят каждый месяц. Тем, кто продолжает скрываться от уплаты, теперь предстоит помимо своего долга оплатить еще и услугу подключения. А это дополнительный расход на 3000 рублей. Однако, по словам специалистов, только за июль из 250 уведомленных свой долг погасили больше 200 человек. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов-24. Диалог напрямую с жителями. Такую форму общения выбрал губернатор Валерий Радаев. Глава региона провел встречу с жителями Волжского района. Он не только выслушал о проблемах, но и рассказал о том, что будет сделано в городе для его развития. Основные итоги собрания в нашем следующем репортаже. Лицом к лицу глава региона и жители Волжского района сегодня в долгом диалоге. Губернатор проводит встречу с активом. Говорит, в этом году в Саратове сходятся все дороги. Именно областному центру выделяют значительные средства. Приводят в порядок магистрали, дворовые территории, улицы. Одним из знаковых стал проект «Наш двор». В его рамках отремонтируют 100 саратовских дворов и более 20 скверов. Инициатором проекта выступил наш земляк Вячеслав Володин. Он поддерживает нас во всех этих проблемных, прежде всего, вопросах. Проблемных, которые отражают жизнедеятельность всей территории каждый день. А это 2,5 миллиона человек. Поэтому мне очень важно, чтобы вы об этом знали. И у нас нет в этой части закрытости. Но наша задача – сбалансировать бюджет в ближайшее время. Чтобы мы не были с протянутой рукой. В своем выступлении глава региона говорит и о далеко идущих планах. В областном центре собираются обустроить одну из самых длинных в Европе пешеходных зон. На набережной хотят построить пляж, а опыт таких работ будут брать у других регионов. И самое главное – теперь любой житель города сможет повлиять на то, каким будет Саратов в ближайшем будущем. Это новая политика власти – дать право каждому выбирать пути развития. Создать механизмы власть обязана, чтобы граждане, жители Волжского района могли активно участвовать. И обсуждение строительства новых дорог, новых дворовых территорий. Уже сегодня заметен прогресс, говорят на встрече жители. В Волжском районе проблем немало, но их, наконец, начали поэтапно решать. Люди день за днем видят, как в лучшую сторону меняются черты города. Особенно много сделано по нашему району, по благоустройству. Ведь стали краше наши улицы, нашего района. Они стали чище, они стали красивее, поскольку много цветов, много зелени появилось в парках, в скверах, на набережных и на наших улицах. Главная задача чиновников всех уровней – сегодня выйти на бюджет развития. А значит, в первую очередь перекредитовать банковские займы на бюджетные. Это позволит сэкономить 3 миллиарда рублей в год. Деньги потратят на дальнейшее развитие региона. Елена Петрова, Денис Титаренко, Максим Пустовалов, Саратов-24. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Полина, приветствую и тебе слово. Здравствуй, Екатерина. Начну со смертельной аварии, которая произошла на трассе Калининск-Балашов. Трагедия случилась в минувшие выходные в районе села Казачка. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-21099. В результате удара 99-я вылетела в кювет и опрокинулась. Пассажиры оказались зажаты в транспортных средствах. Их при помощи специнструментов извлекли спасатели. 70-летний водитель ВАЗ-2106 погиб на месте. Еще четверых человек госпитализировали в медучреждения с различными травмами, в том числе и с тяжелыми. Дорожные инспекторы выясняют, кто был виновен в ДТП. А в Ленинском районе Саратова в аварии пострадал ребенок. Инцидент произошел около остановки общественного транспорта «75-я школа». По словам очевидцев, 9-летняя девочка вместе с бабушкой переходила дорогу на красный сигнал светофора, когда отечественный автомобиль «Лада Приора» сбил школьницу. Водитель даже не пытался затормозить и тут же скрылся с места происшествия. Очевидцы запомнили часть номерного знака 395. Ребенок выжил и был госпитализирован в больницу. На данный момент дорожные полицейские разыскивают серебристую «Ладу Приору» и хэтчбек. Накануне вечером возле Трофимовского моста в Саратове произошло ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса номер 6. По словам очевидцев, автобус отъезжал от остановки, когда в него сзади врезался деуматизм. В результате происшествия пострадал только водитель легковушки, его госпитализировали. Как показало медицинское освидетельствование, пострадавший был пьян. Продолжает поступать информация о происшествиях на воде. В солдатском пруду утонул человек. По словам очевидцев, 28-летний мужчина пытался переплыть с одного берега водоема на другой, однако это ему не удалось. Спасатели обнаружили тело через час после того, как мужчина пропал из вида. И о пожарах. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 4 возгорания, 3 из них в областном центре. Самый крупный пожар случился в заводском районе. В двухкомнатной квартире девятиэтажного дома загорелась кухня. Огонь уничтожил все домашние вещи на площади 6 квадратных метров. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Екатерина, тебе слово. Спасибо, Полина. А я напомню, наша съемочная группа находится в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Большой ремонт намечается в саратовских дворах. Перечень адресов формируется с учетом мнения самих жителей областного центра. Уже появился список из 100 дворов, которые наиболее нуждаются в ремонте. Работы там проведут в этом году. Наша съемочная группа побывала практически по всем адресам из опубликованного списка, который был сформирован после сюжетов. Однако проект «Дворнадзор» продолжается. И телеканал «Саратов-24» будет следить за качеством ремонта, контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, пока не начались осенние дожди. Также журналисты продолжают формировать перечень дворов, которые не вошли в список этого года, чтобы эти адреса попали в ремонтную программу 2017-го. Сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улице Азина. Шесть домов по улице Азина на окраине заводского района Саратова связаны не только адресом, но и проблемами. А ведь были здесь когда-то, вспоминают жители, и дороги, и тротуары. Но асфальт, по их словам, буквально смыло. После сильных дождей у нас вот этот весь песок сносит на тротуар сюда. И дворники устали убирать этот песок. Там размыло горку. Подойти к магазину невозможно. Там овраг. Вода с горы, по словам жильцов, течет и летом, и зимой. По намерзшим тропам пройти без травмы – настоящая удача. Это вот сейчас правильно лето сошло. А только начинается весна, осень, зима. Тут пройти невозможно. Не посыпать. Нужно обязательно за что-то держаться. В доме много детей и бабушек. А гора такая крутая. Вся намерзнет. Всегда лед. Не пройти и не проехать, говорят жители. Причем дорогу к домам на Ачибе боятся не только таксисты, но и даже кареты не от ложки. Приехала скорая и просто не могла проехать. Из-за того, что у нас стекло опять что-то сверху, тут были такие буераки. Тут люди ходили, ноги ломали. А я уже не говорю о том, что скорая просто не смогла проехать. Но если от асфальта еще остались хоть какие-то следы, детские площадки уже давно превратились в воспоминания. Здесь без конца у нас то люк делают, то еще что-то. Наши же дети игрались просто в кучу грязи. Ни песка, ни о какой детской площадке, тут и речи никогда не было, не велось. Теперь у каждого дома появятся и дороги, и детские площадки. По проекту «Наш двор», который инициировал наш земляк, Вячеслав Володин, в Саратове в этом году будут отремонтированы около 100 дворов. Жители активно поддерживают не только саму инициативу, но и то, что делать ремонт нужно качественно. Прежде чем сделать асфальт около нашего дома, посмотрите, нужно нам сделать слив вот этого желба. Потому что эта вода течет, там все размыло. Если асфальт сделают, то эта брусь просто будет выкинуть деньги на ветер. Следить за качеством Вячеслав Володин попросил губернатора и главу городской администрации лично. К контролю подключился и наш телеканал. В рамках акции «Дежурный репортер. Двор. Надзор» съемочные группы показывают состояние дворов и мнение жителей по их благоустройству. Мы бы хотели, чтобы у нас там на площадке были новые качели, новая горка, новая песочница. Нас много, а играть там нечего. Нам бы здесь вот тропу нормальную сделать для существования, чтобы мы могли выйти с подъезда так же, как и все люди нормальные, пройти по асфальту. И спуск нам к остановке нужно сделать. По словам жильцов, проект «Наш двор», инициированный Вячеславом Володиным, не только актуален в Саратове, но и наверняка будет с успехом реализован. Какие программы должны были быть, все они выполнимы и выполнялись в свое время, насколько я знаю. И никому как бы без отказа ничего не было. Если эти программы существуют, то их выполняют тоже. Не отремонтируют в этом году, а отремонтируют в следующем. Вячеслав Володин отметил, проект «Наш двор» будет закрыт, когда отремонтируют последний двор в областном центре. До тех пор будут следить за ремонтом и журналисты. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, будет продолжаться и в следующем году. Работы не прекратятся до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. Об этом заявил Вячеслав Володин. Саратов-24 будет следить за тем, чтобы работы начались в срок, за качеством проводимого ремонта, и чтобы выделенные деньги потратились исключительно на нужды дворов. Мы продолжаем проект «Дворнадзор». Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходима реконструкция, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.собака.саратов24.tv. Выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Дворнадзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. О дворах, которые особенно нуждаются в срочном ремонте, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей. В общеобразовательную программу интегрировали музыкально-эстетическое направление. По уникальной модели работают преподаватели в Энгельском лицее имени Шнитке. Это учреждение, аналогов которому нет в России. Между тем коллектив педагогов и сами ученики столкнулись с проблемой нехватки помещений для занятий. Об этом они рассказали нашему земляку Вячеславу Володину. Подробнее расскажет Екатерина Заграничная. Будущее маэстро большой сцены уже завоевало признание жюри российских и даже международных конкурсов. Только за минувший учебный год 1200 побед на престижных состязаниях добились ученики Энгельского музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. О своих достижениях в области искусства и не только спешат рассказать Вячеславу Володину. Одна у нас, да, в беднаторскую премию была девочка номинирована. Как раз туда девочка поступила уже в МГУ на пути журналистики, куда попасть. Причем на бюджет. Это вот уже свежие новости, что называется. Да, вот. Двое детей у меня поступили, но они туда шли, в общем-то, так целенаправленно. Они подготовительные курсы прошли на базе этого муза в Институт нефти и газа, в Негубкино-Московский, тоже на бюджет. Поэтому, в общем-то, вы понимаете, у нас вот такой очень хороший симбиоз. То есть не только вот дети в музыке, но у нас они во всех отраслях. Не просто понимает, восхищен. Здесь в лицее работают по уникальной модели, интегрируют общее образование и музыкально-эстетическое. Эта школа входит в тридцатку лучших инновационных образовательных учреждений России. Такая созданная преподавателями среда позволяет детям развиваться в разных направлениях. Человек это услышал, понял и оценил. Единственная проблема, которая была озвучена, это нехватка помещений. Потому что два полноценных блока предполагают наличие, конечно, индивидуальных кабинетов, большого концертного зала. И вы знаете, эта проблема была услышана. Здание, в котором располагается музыкально-эстетический лицей, 30-х годов постройки. На уникальной школе в нем отведены лишь часть помещений. В остальных располагаются госучреждения. Поэтому условия для занятий далеко не комфортные. Вопрос реконструкции здания необходимо продумать, говорит Вячеслав Володин. В свою очередь преподаватели просят нашего земляка взять шефство над лицеем. Возьмите! Мы будем очень рады и очень вам признать. Совершенно потрясающая школа, которая сочетает в себе и классическое образование, которое получает каждый человек в общей образовательной школе, но и то образование, которое детишки получают в сфере живописи, музыки. Слушайте, нет аналогов. Но у них все получилось, и они уже 25 лет себя реализуют. Три человека на место. Им надо помогать. Не вмешиваться только. Помогать, создавать условия. Тем более, что школа имеет статус федеральной, экспериментальной и инновационной площадки. Его здесь старательно поддерживают и преподаватели, и сами дети. Филипп Павлов учится в лицее седьмой год. Из эстетического ему ближе живопись. Сейчас работает над очередным шедевром. Их у юного художника уже больше ста. Филипп признается, это школа, о которой только можно мечтать. Здесь ему нравится абсолютно всё. И преподаватели, и обстановка, и отношения с одноклассниками, отношения с учителями. То есть, учителя нас очень любят и пытаются дать нам всё то, чему их учили, и что нам пригодится в жизни. Практические занятия проводят не только в стенах лицея. Часто выезжают на мастер-классы, рассказывают Вячеславу Володину преподаватели. В ответ получают приглашение на ещё одно масштабное мероприятие российского уровня. Почти хором, говорят, конечно же, примут участие. В завершении встречи фото на память. Коллектив теперь уже подшеф новообразовательного учреждения. С вдохновением ждёт позитивных перемен. Решение проблем в маленьком учреждении, в маленьком городе – вот из этого и состоит благополучие нашей большой страны. Вот это вообще дорогого стоит. Это мы увидели, оценили. Мне не надо ничего рассказывать, как жителю. Я вижу, что ремонтируются дороги, я вижу, ремонтируются дворы, я вижу, что сады в нашем городе растут, как грибы. Ремонтируются спортивные залы, организовываются колоссальные мероприятия для молодёжи высокого уровня и для выпускников. И планируется сейчас для студентов. Это же всё эстетический вкус воспитывает. И то, что человек эти проекты курирует, то, что они воплощаются в жизни, но это вселяет уверенность, что всё будет у нас хорошо. Отстранили от участия сборную России, не допустили на Паралимпиаду-2016 в Рио. Подробнее об этом, а также о событиях, которыми запомнился этот день, узнаете из нашего традиционного обзора. В России сроки проведения профилактики теплосетей могут затратить до недели. С таким предложением выступило Министерство строительства и ЖКХ. Новшество планируют внедрить через 4 года. Данную подготовку к нему необходимо начать уже в ближайшее время. Сокращение сроков проведения прессовок позволит до недели уменьшить количество дней, которые жители домов проводят без горячей воды. Сборную России отстранили от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Такое решение приняли члены Международного паралимпийского комитета. К нему пришли по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В документе называются имена 35 паралимпийцев, причастных к допинговым махинациям. Тем не менее, до игр не допустили всю сборную России. Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро в сентябре. Российская сторона может оспорить решение комитета в течение 21 дня. Выходные дни, которые в 2017 году приходятся на Новый год и Рождество, будут перенесены на февраль и май. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, с воскресенья 1 января перенесут выходной на 24 февраля. Субботы 7 января на 8 мая. В целом же в январе россиян ждут 9-дневные каникулы. Они начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января включительно. Форум «Саратов Агро. День поля» проходил в нашем городе уже в седьмой раз. Основное внимание участников, конечно, было приковано к сельскохозяйственной технике. Одним из флагманов в этом направлении стала компания ТВС «Агротехника», которая является единственным официальным дилером компании «Джон Дир» в Саратовской области. Все подробности в следующем репортаже. Этот трактор новый, на рынке он буквально около 5 лет. Гусеничный трактор «Джон Дир» – одна из самых мощных крупногабаритных машин. Ее преимущество в том, что она оказывает меньшее давление на почву. Вместе с тем на поле трактор может работать, используя широкозахватные плуги. Данный трактор позволяет выходить в весенние полевые работы рано и, соответственно, экономит время. Он более мощный, потому что более тяжелый. Он таскает более широкозахватные агрегаты. Поэтому спрос на данные трактора растет с каждым годом. ТВС «Агротехника» – единственный официальный дилер компании «Джон Дир» в Саратовской области. Тракторы, роторные и клавишные комбайны, косилки и агрегаты для почвообработки. Шесть лет ТВС «Агротехника» оснащает качественной техникой всех сельхозпроизводителей региона. У меня работают четыре «Джон Дира». Из них гусеничная восьмерка, колесная восьмерка, 670-й колесный и комбайн 650-й. Трактор очень энергонасыщенный, выполняет любые работы, которые мы делаем. То есть пахота, сев, культивация и транспортные перевозки, что очень хорошо используется. Еще в самом начале своей деятельности весь автопарк сельскохозяйственной техники «Джон Дир» насчитывал всего 20 единиц. Теперь эта цифра достигает 350. И, конечно, для каждого клиента важен уход за техникой. На все проданные модели сельскохозяйственных машин завод-изготовитель предоставляет гарантийный срок. Возможные поломки устраняются не только в сервисном центре, но и непосредственно в поле, когда важен каждый час. Для этого работает мощная сервисная служба из 15 специалистов со спецмашинами и инструментом. Основной показатель для нас, для сельхозтоваропроизводителей, это оперативность реагирования. Может быть любой трактор, но если его не обслуживают и он не работает, то грош цена этому трактору. А вот именно компания ТВС «Агротехника» делает это буквально в считанные часы. Также у компании ТВС «Агротехника» есть собственная программа лизинга. ТВС «Агротехника» распространяется на весь модельный ряд компаний. Эта программа позволяет каждому сельхозпроизводителю приобрести любой вид техники со значительной скидкой. Екатерина Сграничная, Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Литературный теплоход прибудет в Саратов осенью. Почему культурный тур перенесли, изменилась ли анонсируемая программа и будут ли в списке знаменитых писателей саратовские имена. Об этом поговорим с председателем Приволжской книжной палаты Дмитрием Аяцковым. Также мои коллеги выяснили у гостя программы «Прямая речь», кто и как занимается раскруткой творчества саратовских писателей. И кто поможет энтузиастам, которые самостоятельно издают книги и устраивают творческие вечера. Смотрите программу сразу после выпуска новостей. И к этому часу у меня все. Напомню, что наш канал стал еще доступнее. Скачивайте мобильное приложение «Саратов-24» в App Store и Google Play. Архив программ, прямой эфир и актуальная телепрограмма всегда под рукой. Следующий информационный выпуск смотрите после художественного фильма. А прямо сейчас вы увидите сюжет об уникальных устройствах для сборки урожая, которые на форуме «День поля» представил торговый дом «Ирсар». Я же на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Участники сельскохозяйственной выставки точно знают, важно и как посеешь, и как посеянное потом пожнешь. От жадки при уборке подсолнечника зависит многое. Старые рядковые устройства, говорят представители торгового дома «Ирсар», уже уходят в прошлое. Им на смену приходит новый вид – безрядковая жадка «Джон Грифс». Уникальность её в том, что она позволяет убирать как рядковые посевы, так и безрядковые, то есть сплошные. Соответственно, вы можете собирать урожай вдоль, поперёк, по диагонали поля, грубо говоря, что значительно увеличивает собираемость и уменьшает сроки самой уборки. С компанией-производителем торговый дом «Ирсар» сотрудничает уже не первый год. В ассортименте не только жадка для уборки подсолнечника. На сельхозвыставке дилер представил также уборочный механизм для кукурузы. Использование данной жадки позволяет и собирать качественно без потерь урожай, и обеспечивать достаточный уровень хорошей, действительно, качественной мульчи из этого же самого стебля. Качество уборки напрямую зависит от качества посева. Это знает как начинающий, так и уже опытный фермер. А потому в компании готовы предложить хозяйством не только жадки, но и сейлки. С функцией одновременной подачи удобрений. Но экономия, по словам специалистов торгового дома «Ирсар», не только в этом. Данная селка облегчённая из прочных материалов, по сравнению с другими аналогами. И, соответственно, при высевании сокращается расход ГСМ и увеличивает скорость высева. Кроме того, машины предварительной и вторичной очистки зерна, корни удалителей, культиваторы и опрыскиватели. Любой механизм в наличии или доступен под заказ. Кроме того, сотрудники сервисного центра помогут не только подготовить новую технику к эксплуатации, но и продолжить после гарантийное обслуживание. Мы готовы оказать такие услуги по восстановлению, по ремонту, по обслуживанию, после гарантийного обслуживания всей этой техники, которую мы продаём. Ремонт, по словам сотрудников сервисного центра «Ирсар», можно провести даже в полях. Замена вышедшей из строя деталей не займёт много времени. Кроме того, все запчасти всегда в наличии на складе.